Воспоминания генерал-майора Генриха Малюшкина, который был полгода в 1990 году комендантом Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, заместитель командующего дислоцированными там внутренними войсками главного управления МВД СССР, ныне генерал-майор проживает в Москве. Дело в том, что Нагорный Карабах представляет собой слоеный пирог, армянские поселения, азербайджанские поселения, и поэтому, нам приходилось обеспечивать проезд населения на автобусах по всей территории, сопровождать их в случае нападения, а также многочисленные отары овец, которые поднимали чабаны на горные пастбища. И вот были случаи нападения на эти пастбища со стороны армян. 21 июня 1990 года безвинными жертвами стали жители одного из высокогорных сел Лачинского района Азербайджана. Отец и сын подросток, Паши Атару Овец, были расстреляны в упор из автоматического оружия армянскими боевиками, которые были в масках. Убийцы отрезали жертвам уши, вырвали языки и выкололи глаза. Вот такое вот нечеловеческое издевательство. Невольным свидетелем этой страшной картины оказался второй сын Чабана, находившийся в это время в укрытии. Председателем оргкомитета тогда был Полиничко Виктор Павлович, кстати, который потом был застрелен также армянскими боевиками прямо в машине. Итак, когда мы с ним прибыли на место трагедии, трудно было объяснить родным и близким погибших, так и односельчанам, почему же их убивают в мирное время у порога собственного дома. А через несколько дней мне довелось встретиться с теми, кто совершил такие злодеяния. Проверяя подразделения внутренних войск, а у нас были заставы на границе между Арменией и Азербайджаном, в Кельбаджарском районе, я получил сигнал, что из совхоза Октябрьские армянские боевики угнали большую Атару Овец. Мы решили через органы власти Варданисского района Армении, заставить армянских боевиков вернуть эту Атару. Предварительно по своим каналам, я условился о переговорах с армянскими боевиками на окраине населенного армянами поселка Зот. При подлете я неожиданно увидел, что наш вертолет встречают более 20 вооруженных людей, которые готовились к стрельбе в этом районе. Я принял решение выйти к вооруженным боевикам-1, экипаж остался в салоне. Представившись, я потребовал доставить меня к районному начальству, но мне сказали, что районные власти прибудут позже, а пока вести переговоры поручено представителям вооруженной группы. Этот самый представитель, назвал себя Валерием, в звании капитана. Я выяснил, что мне предстоит иметь дело с отрядом «Мстителей», именно так они себя называли. Они сказали, что защищают армян от вооруженных отрядов с азербайджанской стороны. А на самом деле, в то время в приграничных районах Азербайджана не было никаких азербайджанских вооруженных отрядов. Там были только милицейские подразделения. А вот с армянской стороны, как раз были вооруженные формирования, боевики. Они были снабжены оружием, боеприпасами, им подвозили питание, одеты они были как положено. Среди армянских боевиков были и те, которые приехали воевать сюда из других стран, в основном, наемники с арабских стран. При моем присутствии в Нагорном Карабахе, от рук армянских боевиков погибло 30 военнослужащих, и более 200 были ранены. Один из них, рядовой Сергей Мезенцев, сопровождал колонну автомашин в Кельбаджар. Армянские боевики, численностью примерно в 20 человек, напали на эту колонну и практически всю ее расстреляли. Трое азербайджанцев погибли, а вместе с ними, наш рядовой Сергей Мезенцев. Президент СССР Михаил Горбачев вместе с правительством тщательно скрывали факты гибели русских военнослужащих от рук армянских боевиков в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана. Я просто удивляюсь, с какой жестокостью относилось правительство к собственному народу. Роберт Кочарян был тоже боевиком, он воевал, и это факт. Но, главным распространителем идеи отмщения азербайджанцам-тюркам, был Зорий Балаян, армянский писатель. Он опубликовал множество книг, одну из которых вручил мне лично в Степанакерте, то есть, Ханкенде. В Зорий Балаян была прямо-таки зоологическая ненависть к азербайджанцам. Он говорил о том, что азербайджанцы виноваты в том, что в свое время турки убивали армян, изгоняли их со своей территории, имея в виду известные события 1915 года в Османской империи. И он, все эти события накладывал на всю историю и ситуацию текущего момента, что было непонятно. Осуждались все политические деятели, которые смели протянуть руку Турции. Все его книги по данной тематике пронизаны яростью и жаждой мщения азербайджанцам за то, что произошло в 1915 году. Больше всего были подготовлены к войне армянские подразделения. Они были сформированы, разделены на группы, одеты они были в военную форму. Они имели оружие и боеприпасы, в том числе путем грабежа наших складов, находившихся на территории Армении. Они обеспечивались к тому же продуктами, а местные армянские власти очень сильно поддерживали эти самые бандформирования. Со стороны азербайджанцев, это были простые ополченцы. В скором времени, даже их не было. Оставались только армянские бандформирования. Армяне неоднократно нарушали границу с Азербайджаном, пытались проникнуть в местные населенные пункты, разоряли и убивали людей, угоняли отары овец и так далее. Одну из групп, около 50 армянских боевиков, довелось обезоружить мне лично на вертолете, вместе с полковником внутренних войск. Они пытались проникнуть на территорию нашей ответственности, и я на вертолете с группой спецназа, после получения информации об этой угрозе, прилетел в этот район. Армянские боевики укрылись в скотоводческой ферме, прикрываясь гражданским населением. Стрелять мы там из-за этого не могли, там находились мирные жители, которые обеспечивали охрану этой фермы от угона скота. И тогда мы предложили армянам сдать оружие. А они начали по одному выходить, сбрасывать оружие, и я их всех отпустил. Но мне за это сделали выговор из Баку, почему я осмелился отпустить армянских боевиков, почему не сдал их Баку. А из Москвы получил выговор из-за того, почему я осмелился обезоружить армянских боевиков, якобы на территории Армении. Ведь на самом-то деле, речь шла о территории Азербайджана, а не Армении. Пришлось кое-как отбиваться. Когда нам удавалось боевиков обезвредить, то мы старались говорить с ними, даже с помощью переводчика на армянском языке. Но они ничего не понимали. Было явно видно, что это наемники. В основном, арабы. Многие из них вообще не владели армянским языком. Помню, когда вместе с экипажем, командиром которого был Качельников, опытный афганец, пролетали над армянским поселением, нас обстреляли. И одна пуля пробила бензобак, вылился бензин. Если бы мы не присели, то могли бы взорваться. Мы с подполковником выходим из вертолета, и я смотрю, где пробоина. Стояли рядом, как вдруг подполковника ранили. Пуля ему пробила мышцу. Мы забрались под вертолет, я перевязал ему рану. К счастью, у меня был медицинский пакет. На этом вертолете мы не могли лететь к границе, вернулись и я сменил вертолет. Прилетаю на границу, а там один из солдат знает по-армянски. Он служил радистом и сказал мне, что только что звонили и по-армянски говорили, что убили генерала. Ведь шла обо мне, армяне думали, что я уже мертв. Но все обошлось. Однако моего сменщика, генерала Мерзликина и 27 человек, которые летели вместе с представителями руководства Азербайджана, в том числе с генеральным прокурором, убили армянские боевики. Это известная трагедия, случившаяся в ноябре 1991 в Карабахе. Я свои воспоминания начал печатать примерно с 1993-1994 годов. Это были газеты «Правда», «Правда России», «Московская правда», «Щит и меч», «Красная звезда» и журнал на боевом посту. Я человек военный и как-то удавалось это делать. Но скажу вам, что очень неприглядной в этом вопросе была позиция Горбачева и всего правительства. Когда начались армяно-азербайджанские междоусобицы, а это, по существу, была война, ни он, ни кто-либо из представителей правительства не прилетели в этот район. Не прилетали они ни в Схенвале, ни в Фергану, никуда, а все указы о введении чрезвычайного положения издавались с большим опозданием, когда уже практически невозможно было остановить бойню. А своевременные указы нам были очень нужны и важны, так как давали нам правовую основу для того, чтобы задерживать, арестовывать боевиков и всех тех, кто проливал там кровь. Я должен признаться, что многие из армянских боевиков, воевали за деньги. Они и сами этого не скрывали. Им прилично платили, их бесплатно кормили, одевали, обували, и практически идейными вдохновителями этой вражды были такие писатели, как Зорий Балаян. Именно они натравливали местное население и боевиков на азербайджанцев. Свою активность проявлял Роберт Кочарян. Он был командующим бандформированиями. Он руководил отрядами и именно под его руководством происходили эти события. Я много слышал о нем и его деятельности в те времена, хотя мне не доводилось с ним встречаться. Армянские боевики даже устраивали погромы против своих же армян из местного населения, кто способствовал перемещению внутренних войск. И известен факт подрыва дома одного армянина в Мартуни 14 июля 1990 года и так далее. Через некоторое время были также взорваны радиоцентр в Степанакерте, Ханкенде. Спальные вагоны на станциях, где временно размещались члены того самого оргкомитета, о котором я уже говорил. А несколько позже армянскими боевиками был взорван междугородний автобус, совершавший рейс Тбилиси-Агдам. Погибли все 24 пассажира. Помню, как азербайджанское селение Верхняя Аскипара Газахского района, было обстреляно из армянских пушек, и мы на бронетранспортерах входили в это селение, чтобы спасти мирных жителей. Это означало, что уже в 1990 году у армян было много тяжелой, в том числе и разной техники. Армянские боевики очень часто нападали и грабили наши склады, похищали оружие. Вооружены они были очень хорошо, практически у всех были автоматы. Больше всего, пострадали от этой войны азербайджанцы. Все это происходило на моих глазах, поэтому я говорю не голословно. Кровь азербайджанцев, тысячи тысяч ни в чем не повинных людей, проливалась на моих глазах. Сотни человек были зверски убиты армянскими боевиками, сотни и сотни тысяч вынуждены были бежать со своих же земель, из Нагорного Карабаха. Поэтому мне было крайне обидно за азербайджанский народ, я очень сильно переживал за азербайджанцев. Сейчас я выпускаю книгу «Шапка Карабаха». Вопрос ее издания решится уже в ближайший день-два. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok